Музыка Все по времени не складывалось. Вот, наконец, получилось. Так что сегодня мой дебют на этой сцене. И тут уже говорили, что Новый год приближается, а до Нового года еще один праздник будет. Вот я об этом сейчас и хочу спеть. Нет, Рождество. 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 Крутит ветер фонари на реке Фонтанке. Спите, дети, до заре. С вами добрый ангел. Начинаем колдовство. До нового не проказни. Завтра будет Рождество. Завтра будет праздник. Ляжет ласковый снежок. Наберу в прореху. То-то будет хорошо. То-то будет хорошо. То-то будет смехом. Каждый что-нибудь найдет В варежках и в шапке. А соседский Васька-кот Спрячет за царапки. Сбор фольга, как серебро. Розовые банты. Прочь бумагу, прочь перо. Скучные лектанты Завелькают в зеркалах Платья-палутинки. Любит добрая игла. Любит добрая игла. Добрые пластинки. Будем весело делить Дольки мандарина. Будет радостно кружить Ёлка-балерина. Полетят из-под руки Клавиши и рояля. И запляшут пузырьки В мамином бокале. То-то будет хорошо Смеху будет много Спите, дети, я пошел Спите, дети, я пошел С катертью тревога Спасибо. Вообще у нас эта поездка получилась очень насыщенной. В частности, вчера мы выступали в детском доме. А когда готовились, Ну, естественно, в процессе вспоминали разные песни, Но вот Эту песню вчера так и не сложилось спеть Спою ее сегодня По-моему, это новелла Матвеева Хотя мнения разделяются Кто-то из архивистов мне говорил, что автор другой Может быть, из вас кто-нибудь знает Песни известные, можете подпевать Я мечтала о морях и кораблях Я поесть мечтала зуб черепаши Я шагнула на корабль, о кораблик Показался из газеты вчерашний Я шагнула на корабль, о кораблик Показался из газеты вчерашний То одна зима идет, то другая И ветери за окном забывают Только в клетках говорят попугай А в лесу не язык забывают Только в клетках говорят попугай А в лесу не язык забывают В упаковке встали горы громады Я под ножью щекой припадаю И не выросла еще та ромашка На которой я себе погадаю А весною я в ненастье не верю И капелей не боюсь морощящей А весной линяют разные звери Не линяют только солнечный зайчик А весной линяют разные звери Не линяют только солнечный зайчик Очень приятно, что вы так подпеваете Матвеева, Юля, стопудов Матвеева, стопудов Ладно, раз стопудов Хорошо Я могу спеть еще одну Матвееву Веру Матвееву Ну не знаю, будете подпевать Не будете подпевать Песня такая Ну как бы сказать По ощущениям это конец весны Одуванчики Вот как символ Мая Конец мая, начало июня Оно вернулось вкусное Как сосульки с крыши И на зубах похрустывало Таяла звенья Оно ко мне вернулось Но я не обернулась И нету, нету, нету Больше детства у меня Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Из детства одуванчики Меня пускали стрелы И каждая казалась мне Хрупка и хороша Но лишь теперь узнала я Что ранена смертельно По самые попёрышки стрела в меня вошла Ах, злые одуванчики, безжалостные, вольные Вы на меня нацелили всю технику свою Но не завоеватель я, но ведь уже не воин я На вашей территории я пленные стою Ла 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 ла… Ла 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 ла… Спасибо большое! Передаю гитару Андрею Богомолову. Встречаем, пожалуйста, и провожаем Юлю. Встречаем, пожалуйста, и провожаем Юлю. Встречаем, пожалуйста, и провожаем Юлю. Сквозь бока, недобитый до дна, Красный бархат встала. Ты была в этот вечер одна, Никого не ждала. В телевизор глядел с тоской, Кот мурлыкал у ног. И зачем случится такой? Необычный звонок, Странный путник возник словно боль. Вместе с этим звонком Он не думал о встрече с тобой. Даже не был знаком, Ты не вспомнишь, что он произнес. В оправданье судьбе, Но тебе стало больно до слез, Что он шел не к тебе, А за окнами капельный плач. Мир в дождях, как дымом, Оставайтесь, снимите свой плач. Ты сказал ему, И невольно надежду прочла. По усталым глазам, Шаг навстречу неловкость прошла. И слова, как бальзам, И сохраняющий от гроз за окном. Мягкий свет золотой Выболтали о чем-то смешном. И ни разу о той Вы ласкали красавца-кота, Наливали вина, Ты ему показалась как та. Да, увы, не она, И тогда через час или два Тишины голосов Вдруг бессильними стали слова. Перед властью часов Ты еще не нашла волшебство, Как судьбы избежать, И ничто же больше его Не могло удержать Запоздалые взгляды возле. Сквозь дождинок стекло Сотни дней или тысячи лет, Как дождик утекло За окном повторяется вновь Пестрый жизнь и кино, А вино, как прозрачная кровь До слеза, как вино. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая песня – слова Эдуарда Багрицкого «Конец летучего голландца». На треснутых гитарах Так дребезжащие звуки, Охрипшая труба Прокашляла туман. АПЛОДИСМЕНТЫ И бьют костлявые Безжалостные руки Большой с узорами Турецкий параван. АПЛОДИСМЕНТЫ У старой вывески Заброшенной таверны, АПЛОДИСМЕНТЫ Где по сырой стене Ползет зеленый хмель. АПЛОДИСМЕНТЫ Напившийся макрос В горлане три турны, Их стих сменяет стих, И лучи ей неверны. АПЛОДИСМЕНТЫ Струится липкий чад Под красным фонарем, Весь в пятнах от вина Передник толстой марты. Два пьяных ботсмана Бронясь играют в карты, На влажных скатертей Дрожит в стакане ром. Перед моряков Обшиты галунами, На фупорных плащах В застежке береза. У бледных девушек Зеленые глаза И бледный ряд зубов За красными губами. АПЛОДИСМЕНТЫ Фарфорный фонарь, прозрачная луна, В розетках синих точь Мирцает утомлена. Струится липкий узорчат лунный блик, На зеркале затона, А полусгнивший мол Бесшумно бьет волна. У дальней пристани, Где глуши пьяный крик, Где режа синий дым Табачного бугара, Безумный черный брик Летучего косара Раскрашенными флагами по небу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ОплОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ Здесь мы начнем все, что сможем сначала, От случайности души храня. Будем вместе хотя бы полдня, А потом, не доев даже торта, Я уеду действительно к черту, Ты ж не к Богу отправишь меня. А сцену Сталину Мишталь. Встречаем. Пожалуйста. А пока Сталина идет, я сделаю небольшое объявление о том, Что данный концерт идет в прямом эфире, И можно его посмотреть на barts.tv.org. Мало ли, ваши друзья не собрались к нам прийти в гости, Но посмотреть этот концерт можно в прямом эфире. О, да-да-да, а то еще вырастут. Здравствуйте, дорогие! У меня сегодня праздник, потому что я снова в Кузьминках. Я так долго не вылезала из дома, Что спасибо Вадику и Иришке, Каждый раз я это говорю. Благодаря им я здесь. Это мой праздник, и вам здрасте. Вот, в прошлый раз я рассказывала, Что я побывала в Болгарии, повеселила народ. Приехав из Болгарии, я, конечно, Впала в жуткую тоску от нашей погоды, От черноты, от темноты, от отсутствия света. Это кошмар. И стало мне, и страстно захотелось снова куда-нибудь удрать. Наметила цель. Израиль, там друзья, зовут, надо ехать. Ничего не получилось. В Израиль меня не пустили. Говорят мне, не туда. И вдруг приносят газету, в которой написано «Езжайте в Сочи». Газета, полезная для пенсионеров. И там прямо, так сказать, на развороте «Езжайте в Сочи». Дешево и сердито. Санаторий, замечательный. Прямо на берегу моря, в парке. «Езжайте». Ни минуты не думала, рванула туда. На две недели. Все прекрасно. Замечательный санаторий. Два семиэтажных корпуса в огромном парке. Рядом море. Прямо вот так. Балдеж невероятный. Вернулась две недели. Там была все хорошо. Воспряла. Вернулась и впала в еще большую тоску. Потому что... Огонь не приезжает. Одну минуточку я к этому и веду. Так вот, каждое утро я решаю вопрос, который очень хорошо отразил мой друг Лейкин. Когда он писал все эти стихи молодым, он был вот такой. Потом вот такой. А потом теперь уже, извините, совсем не такой. Так вот. Каждое утро теперь я решаю вопрос, который отражен в стихах Лейкина. А может быть, не просыпаться? Нет. Не получается. То свара под окном, то луч в упор, то предсвечелый, как кот, начнет душить ботинки в коридоре. Что делать? Надо просыпаться. Жить. Носить одежду. Говорить слова. Достоинства терять в очередях, в которых я не бываю. И возмущаться дикостью порядков. А может быть, не возмущаться? Нет. Не получается. То небо до земли, то мальчики кровавые в глазах, то зеркало, то радио, то слухи. Что делать? Надо возмущаться. Жечь сырым глаголом ватные сердца. В карманах кулаки сооружать и сомневаться в святости устоев. А может быть, не сомневаться? Да нет, не получается. То слово не в попад, то череп жмет, то музыка не та, то Боротынский свестит за спиною. Что делать? Надо сомневаться. Жуть, зовущуюся бытом, возвышать до тщательно срисованной судьбы и притворяться умным и счастливым. А может быть, не притворяться? Нет, не получается. То БВГД, то дважды двадцать четыре, то земля имеет форму головы Эйнштейна. Что делать? Надо притворяться. Жать несейное твердую рукой, а то вот, обернувшись январем, просыпаться на город снегопадом. А может быть, не просыпаться? Нет, не получается. По-моему, всем знакомое состояние по утрам. Может, не просыпаться вообще? Поспать бы еще, еще, пока весна не наступит. Кстати, о весне. Ну, я рассказывала же это. Что-то мне вдруг встряло. Я хотела другое стихотворение прочитать. Нет, про весну потом. На Новый год. Ну, как бы пожелание, что ли. Хорошо бы называется. Тоже Лейкин. Хочется стать солидным. Но совершенно непонятно, до какой степени следует раздуваться. С одной стороны, хорошо бы еще немного, а с другой может лопнуть кожа, и будет больно. Хочется стать любимым. Но совершенно непонятно, до какой степени следует раздеваться. С одной стороны, хорошо бы еще немного, а с другой обнажаться шрамы, и будет стыдно. Хочется стать богатым. Но совершенно непонятно, до какой степени следует продаваться. С одной стороны, хорошо бы еще немного, а с другой закупит всего, и будет противно. Хочется стать свободным, но совершенно непонятно, до какой степени следует расковаться. С одной стороны, хорошо бы еще немного, а с другой закуют совсем, и будет обидно. Хочется стать счастливым. Но совершенно непонятно, до какой степени следует быть счастливым. С одной стороны, хорошо бы еще немного, а с другой, ведь хочется быть солидным, хочется быть любимым, быть богатым, свободным. Господь, дай нам силы. Примерзло яблоко к поверхности лотка. В киоске не осталось ни цветка. На лыжной базе снега по колено. Объявлено открытие катка. В печи трещит еловая полена. Все это значит, что весна близка. Спасибо. АПЛОВТИСМЕНТЫ 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 Будьте благодарность.